Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мотобрендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен чёткий мотоцикл, айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. «Опель Вектор С» пережила три поколения, а затем навсегда исчезла. Её заменили на «Инсигния». Большой проект и глобальный продукт – General Motors. Что не так с Веркой? Её ещё называют, кстати, «овцой». Почему этот проект закрыли? Почему у этого автомобиля до сих пор много поклонников? Вы на канале «Автостронг» и сейчас увидите большой и глобальный технический справочник про этот автомобиль. Встречаем – «Опель Вектора С». Про этот автомобиль можно сказать, что «Опель Вектора С» с годами становилась только лучше. Первые владельцы сталкивались с отказом электронных модулей и даже ЭБУ. По гарантии меняли блоки ЭБС и лямбда-зонды. Слабенькая МКПП «Ф17» в паре с двигателем 1.8 вылетала, а автомат мог напиться антифриза. Вдобавок инновационный бензиновый двигатель объёмом 2,2 литра с непосредственным впрыском добавлял проблем. Приходилось искать дополнительные средства, то есть денежные, чтобы решать проблемы с топливным насосом. Врождённые проблемы решали по гарантии. Но сегодня мы не будем говорить о том, что было. А сегодня мы поговорим о том, с чем живут «Векторы» и как ломаются в теперешнем 2022 году. «Коррозия до дыр» была проблема «Опелей». Но эту проблему удалось решить в третьем поколении «Опель Вектора». Кузов этой машины не ржавеет и не гниёт. Ну, разве что только в местах кузовного ремонта после серьёзного ДТП или там, где камешки и реагенты пробили оцинковку. Панель крыши над лобовым стеклом иногда покрывается рыжими точками. Это происходит, когда сколы краски действительно глубокие. Кузов «Вектора» неплохо покрашен, однако со временем краска скалывается с уголков кузовных панелей, а также в местах, где на неё воздействуют песок и реагенты. Например, на краях колёсных арок и на порогах. Совсем не лишним будет осмотреть днище. Там, в местах, где оторвалась заводская антигравийная мастика, могут появиться рыжие пятна, которые перерастают в трухлявую коррозию. Базовые галогеновые фары «Опель Вектора С» откровенно слабенькие. Они из завода-то светили не особо ярко, а с возрастом всё обстоит ещё хуже, когда отражатель блекнет, а стекло мутнеет. «Вектора» оснащалась ещё и ксеноновыми лампами. Да, ксеноновая лампа светит ярче, стоит дороже, но зачастую служит в несколько раз меньше, чем галогеновая. Особенно, если в фару попадёт вода. Ну а здесь это, в принципе, реально, потому что с герметичностью у корпуса фар проблемы. Также блок розжига не самая мелкая статья расходов. И да, ксеноновый свет здесь только ближний. Редко встречаются ксеноновые фары с системой AFL с поворотными линзами. С ними отдельный букет неисправностей. То датчики отомрут, то проводка треснет, то сервопривод заклинит, то намокнет блок левой фары. В общем, система AFL сигнализирует о неприятностях, в том числе и индикатором на панели приборов. Но может линза заклинить в одном из положений, то есть в левом либо в правом. Но эта проблема обычно решается калибровкой, которая запускается фирменным сканером. Добавим, что если бортовой компьютер будет сообщать о перегоревших лампочках световых приборов, а лампы будут исправно светить, то тогда найдите время и почистите контакты в электрических разъемах. Потому что нестандартное сопротивление световых приборов наталкивает ЭБУ на мысль, что они работают некорректно. С возрастом на Opel Vectra C отваливаются зеркальные элементы боковых зеркал. Это такая фирменная неисправность от Opel на Opel Astra H. Такая же проблема, и мы о ней рассказывали. Но, скорее всего, предыдущие владелицы или владельцы надежно закрепили зеркала. Лучше их все-таки потрогать, лучше они упадут вам в ладонь, нежели на асфальт. Обычно трапеция дворников на автомобилях служит очень долго. А вот на Opel Vectra C она преподносит сюрпризы при пробеге более 300 тысяч километров. Дело в том, что лопаются шарниры, сухари, пластиковые, которые соединяют сервопривод и тяги дворников. Если шарниры лопнут, то один либо оба дворника перестанут взмахивать. А если шарниры перекашиваются, то тогда дворники будут взмахивать медленно. А вообще церемониться с этой трапецией не надо. Не оригинал стоит 40 долларов, оригинал 100 долларов. Надо взять просто и заменить. Со временем потребует внимание кнопка багажника. Она сначала начнет срабатывать через раз, а потом и вовсе перестанет срабатывать. Проблема не в самой кнопке, то есть в замыкателе контакта, а в рычажке, который нажимает на его шток. В общем, проблема решается просто добавлением материала на нажимной рычаг. Ну, когда снимете эту кнопку, разберете, то тогда все, сразу станет ясно. Периодически на Opel Vectra C перестают работать стоп-сигналы, причем только в фонарях. А причина кроется в рек-модуле, который находится в багажнике в блоке предохранителей. Также из-за проблем в этом модуле могут отказывать и другие приборы в задней части авто. Например, замок багажника. В модуле просто выгорают микросхемы-ключи. Их можно подобрать по маркировке и впаять вместо сгоревших. Также можно купить и попытаться установить новый REC-модуль, но на автомобилях Opel эти устройства просто так не привязываются. Помимо специального софта, нужен еще код от обоих устройств. От нового и сгоревшего. Салон Vectra C радует качеством и долго сохраняет нарядный внешний вид. Однако со временем протирается покрытие на ручках на дверных картах и провисает обивка потолка. Причем провисает не по центру, а по краям крыши и в местах ее изгиба. Со временем в дефлекторах воздуховодов перестает открываться нижняя планочка жалюзи. Внутри ломается ее тяга. Это не такая уж большая и проблема, потому что рамка жалюзи достается и можно подклеить и армировать треснувшую тягу. А вот эти вот барабанчики возле кнопок на рестайлинговом рулевом колесе частенько протираются и теряют нарядный внешний вид. Умельцы придумали выход из этого положения. То есть вот эти вот панели с кнопками и крутилками снимаются. Затем соскабливается вот это штатное резиновое стертое покрытие и сюда наклеивают черный компьютерный шлейф. Он обладает нужной ребристостью и не протирается. Ну а если барабанчик перекосился или перестал работать, то тогда его надо снять и подпаять крепежную раму или почистить контакты. Ну а если оборвется штатный рулевой шлейф, то кнопки на руле перестанут работать и на панели приборов появится ошибка по подушке безопасности. Обогрев сидений на Opel не сильно долговечен и выходит из строя из-за обрыва нитей. В принципе, снять обшивку, найти следы разрыва нитей и подпаять их труда не составит. Фирменная оболочка Opel Vectra C это некорректная работа вот этих крутелок климат-контроля. Они либо не работают вообще, либо перещелкивают сразу на несколько делений. Такая проблема была что на рестайлинговых, что на дорестайлинговых машинах. Проблема решается просто. Вот этот блок надо снять и его разобрать. С этим вообще никаких проблем нет. А потом пропаять контакты от регулятора к электронной плате. Если появились нарекания по работе вентилятора, такие как работа вентилятора только на высокой скорости, либо полное бездействие на низкой скорости, либо вентилятор включается только после удара по правой части панели, а также при езде на кочках, то самое бюджетное решение снять вентилятор и заменить щетки электромотора. Иногда из одного из воздуховодов будет дуть только горячий воздух. При этом при диагностике будет показана ошибка по датчику температуры выпуска системы вентиляции. Выход один. Менять неисправный датчик. Он находится прямо в воздуховоде. Если в недрах панели приборов появились щелчки и шуршание, то это говорит о поломке одной из переключающих заслонок в системе вентиляции. В последние годы на Opel Vectra C начали замечать люфт рулевого механизма. В этом случае стоит обратить внимание на нижнюю крестовину рулевого вала. Это та крестовина, которая находится сразу над рулевой рейкой. Дело в том, что оригинальная крестовина продается вместе с валом. Эта покупка неоправданно дорогая. Можно купить отдельно неоригинальную крестовину за 10 долларов и самому ее поменять. Со временем на Opel Vectra C начинает подклинивать замок зажигания. Он не столько изнашивается, сколько загрязняется. Поэтому при первых симптомах подклинивания надо его разобрать и хорошенько почистить. Можно его разобрать, ну, его личинку до секретов. Только позаботьтесь о том, чтобы затем собрать его правильно. То есть, срисовав комбинацию секретов. Быстро расскажем про модуль CIM. Это модуль под рулевых переключателей. Он также отвечает за работу центрального замка. Проблемы с этим модулем были только на Vectra 2002 года с маркировкой XR. То есть, когда были с ним проблемы, никаких откликов на пульт дистанционного управления не было у центрального замка. Также никаких откликов не было при нажатии на подрулевые рычажки. И были хаотичные ошибки по коншине. Этот модуль не ремонтируется. Его можно заменить только на БУ, либо на новый. Встречаются машины, где владелец по-богатому поменял старый CIM на беспроблемный рестайлинговый. Но такая переделка влечет за собой установку рестайлингового руля, блока климата, магнитола, а также экрана. Иначе ничего из этого на старой машине с новым CIM работать не будет. Кстати, дисплеи тоже подкидывают неисправности. На старых оранжево-черных, вот как в нашем случае, появляются типа волоски, которые говорят о расклеивающихся слоях экрана. Чтобы избавиться от них, нужно поменять экран на новый. А вот в обновленных цветных экранах исчезают столбики пикселей. Это проблема со шлейфом. Добавим, что если в Vectra C не работает круиз-контроль, то есть он не включается, то проблема может быть не только в CIM-модуле, но и в датчике педали сцепления. Ну а для устойчивой работы этого двигателя подойдет всесезонное моторное масло OnZoil Ideal 5V30, который обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, коррозии и высокотемпературных отложений при жестких условиях эксплуатации. OnZoil. Честная цена за качество. Базовые двигатели до рестайлинга это моторы бензиновый объем 1.6 и 1.8. Простые и незамысловатые моторы, которые берут свою дословную с 1990-х годов. Они перестают иногда подавать признаки жизни из-за выхода из строя ЭБУ. Дело в том, что ЭБУ установлен прямо на моторе и ему передается вся тряска и температура. Вдобавок платы распаяны не на текстолите, а на керамической основе. Это блоки Syntex 71. Их массово меняли на текстолитовый Syntex 71.1. Скорее всего, базовая вектора уже излечена от этой проблемы. Поэтому стоит только не забывать менять ремень ГРМ каждые 60 тысяч километров, чтобы не загубить эти надежные моторы. Кстати, они оснащены гидрокомпенсаторами. И, кстати, у нас на канале есть подробные обзоры этих моторов. Обязательно посмотрите, чтобы не столкнуться с другими неприятностями. В первые несколько лет Opel Vectra C выпускали с бензиновым двигателем объемом 2,2 литра. А затем проапгрейдили его. Впуск был распределенный, стал непосредственный. Но у этого мотора сразу не задалось ресурсом цепи ГРМ, с ее натяжителем, а также цепью балансирного вала. Но в 2010 году вышла партия надежных деталей, что в свою очередь оправдало выбор людей, которые сделали выбор именно этого 2,2 литрового мотора. Но все равно каждые 150 тысяч километров надо прислушивать и менять цепь ГРМ. Знатоки рекомендуют не оставлять на передаче машину на паркинге, а только на ручнике. И таким образом цепь ГРМ будет служить дольше. Удивительно, но сегодня моторы 2,2 Директ высоко ценятся. Инженеры решили кучу вопросов по впрыску, а умельцы нашли подход к ТНВД. Штатный Континентал заменили на плунжерный от Рено, который прекрасно работает на бензине хорошего качества. Также владельцам надо будет порешать вопрос с заслонками. Дело в том, что вихревые заслонки в двигателях с непосредственным впрыском уменьшают течение каналов для ускорения потоков воздуха. Избавиться, ну полностью отказаться от них нельзя. А вот игнорирование проблем заслонок может привести к тому, что заслонки просто откалываются и улетают в цилиндры. Обязательно отметим, что моторы объемом 2,2 литра не прочь позакусывать маслом. То есть литр от замены до замены для них это абсолютно нормально. А вот если счет идет, ну типа 2-3 литра, то тогда владельцы в этом случае предпочитают устанавливать контрактные моторы. Обязательно позвоните в Автостронг. Близкий родственник вот этого мотора это двигатель 2.0 Turbo. Хороший мотор, которому приложили руку инженеры Saab. Слабое место цепь, но цепь последней ревизии служит действительно долго и проблемы нет. И кстати тенденции к поеданию масла у этого двигателя тоже нет. Он доступен на Opel Vectra C любого года выпуска. На Opel Vectra C устанавливали моторы V6. Сначала это был мотор объемом 3,2 литра, а затем его заменили на 2,8 литровый турбодвигатель. Это моторы родственники, очень надежные и хорошие. У нас есть подробнейший обзор на более распространенный турбомотор, то есть объемом 2,8 литра. В общем Vectra с этими моторами надежная, веселая, ну дарит много хороших эмоций. Базовыми двигателями для Opel Vectra C стали новые четверки объемом 1,6 и 1,8 литров. Кстати у нас на канале есть подробнейшие обзоры этих моторов. Младший, без гидрокомпенсаторов, теплообменника и можно сказать без проблем. Да, у него немного хлопотные заслонки системы Twin Port, а также лопающиеся мембраны системы вентиляции картера, а также с пробегом может появиться течь масло из-под корпуса маслонасоса. Маслонасос прикручен спереди и приводится от шейки коленвала. Про мотор Z18XER мы рассказывали долго и много. Во-первых, в нашем отдельном обзоре, а во-вторых, в обзоре про Opel Astra H и Chevrolet Cruze. В принципе-то мотор неплохой, но тараканов у него хватает. Из более дорогих по последствиям это теплообменник и тарактящий фазовращатели. Болячки поменьше это термостат, клапан вентиляции картера и трубка подогрева дроссельной заслонки. Про течи масла и модульную катушку зажигания мы не говорим. В принципе это фирменные болячки Opel, разве что у двигателей V6 катушка не модульная. Лучший выбор бензинного двигателя это 2.2 и 2.0 турбо. Если машина ухожена, есть история обслуживания, то можно долго наслаждаться беспроблемностью этих моторов. Дизельных моторов у Vectra C много. Начнем с самых старых. Моторы 2.0 и 2.2 DTI буквально идентичны. Эти двигатели разработала компания GM. В принципе на этом их достижения в дизельной сфере и закончились. Эти двигатели с непосредственным впрыском на основе радиального ТНВД. Доступны на всех дорестайлинговых Opel Vectra C. При должном обслуживании эти моторы миллионники, но слабых и тонких мест у них немало. Как по топливной системе, так и по механике. Бывают случаи даже поломки коленвала. У этих двигателей есть поклонники, которые их чипуют до 160 лошадиных сил, чтобы Vectra C ехала повеселее. Также они превентивно меняют коренные вкладыши каждые 150 тысяч километров. И это не напрасно. Но советуют избегать оригинального масла и лить более качественное вязкостью 5V40. Гораздо интереснее двигатель 1.9 CDTI. Причем он доступен в трех вариантах мощности. Это итальянский мотор с топливной системой Common Rail от Bosch. Он сочетает в себе простоту и надежность. Именно так проблем у него совсем немного. Разве что в 150-сильной версии есть проблемы с вихревыми заслонками. На всех 1.9 CDTI надо превентивно менять огнеупорные шайбы под форсунками. Этот двигатель без особых вложений пройдет и 500 тысяч километров. Но надо будет сделать остановку для замены двухмассового маховика. Старшим турбодизелем на Opel Vectra C является трехлитровый V6 от Isuzu. От этого мотора надо держаться подальше. Мало того, что он дорогой и сложный в обслуживании, так он еще никуда не едет. Вдобавок он бессовестно отбрасывает гильзы в блоки цилиндров. То есть гильзы в момент перегрева проседают и появляется бурление газа в системе охлаждения. Конечно, возникают неприятности и похуже. Антифриз льется в мотор и цилиндры. После таких приключений владельцы трехлитровых дизелей, естественно, меняют его на что-то более традиционное. Кстати, у нас есть подробный обзор на канале по этому мотору. А теперь переходим к механическим трансмиссиям. В паре с моторами 1.6 и 1.8 устанавливалась пятиступенчатая МКПП F17. Она откровенно слаба для тяжелой Opel Vectra C. Дело в том, что ее первые тотальные поломки с разрушением дифференциала и пробоем сателлитов ее корпуса случались уже при пробеге в 50 тысяч километров. Да, таких случаев не очень много, но они есть. В принципе, если эта механика пройдет 200 тысяч километров, это уже хорошо. Чтобы продлить ей жизнь, надо исключить пробуксовки и менять масло каждые 50 тысяч километров. Еще и кулиса у нее недолгоиграющая, но спасает ремкомплект и смазка механизма. Кстати, у нас есть подробнейший обзор коробки F17 на канале. Обязательно посмотрите. А вот вместе с бензиновым двигателем объемом 2,2 литра работает другая 5-ступенчатая трансмиссия F23. В принципе, с ней никаких проблем нет. 6-ступенчатая механика вместе с моторами 2,2 Direct и 8-клапанным 1,9 CDTI носит обозначение M32. С ней тоже расслабляться не стоит, потому что она может загудеть подшипниками. Чтобы продлить ей жизнь, нужно также почаще менять масло и следить за уровнем. Кстати, мы тоже заглянули в трансмиссию M32. Подробнейший обзор у нас на канале. С турбированными бензиновыми моторами и мощными дизелями 16-клапанным 1,9 CDTI и V6 установлена 6-ступенчатая МКПП F40. С ней тоже никаких проблем нет. На Vectra C устанавливали гидромеханические автоматы от Aisin. Причем гибкого выбора моторов. Пару к ним не было. Еще впечатление от автоматических Vectra подпортило качество штатных радиаторов, через которые во встроенный теплообменник ATF попадал антифриз. И это приводило к гибели трансмиссии. У нас автомобиль с двигателем 2,2 литра. И в этом случае к нему пристыковывается только трансмиссия AW5550SN. Не самая долговечная японская трансмиссия, но и не самая худшая. В первые годы выпуска она натворила бед по части сомнительной надежности не только на автомобилях Opel. Менять в ней ATF надо каждые 50 тысяч километров. И надо задуматься об установке дополнительного радиатора охлаждения. С 3,2 литровым V6 бензиновым, а также с дизелями 2,2 DTI и 3,0 V6C DTI трудится ее усиленная и улучшенная версия. Рекомендации те же. Меняем масло чаще и устанавливаем радиатор охлаждения. При покупке стоит обратить внимание на пинки. Причем не только при смене передач, но и при переключении из паркинга на задний ход и на передний ход. Если пинки присутствуют, то готовьтесь к дорогостоящему ремонту. Смена масла и замена соленоидов вряд ли решит проблему. Более современный и надежный Aisin достался бензиновому двигателю 2,8 Turbo, также 150-сильному 1,9 CDTI, а также обновленному 3,0 V6 CDTI. С ним гораздо меньше проблем. Ходит без проблем 250 тысяч километров. Однако предыдущие рекомендации касаются и его. Меняйте масло чаще и устанавливайте внешний радиатор охлаждения. Рестайлинговый Vectra C с мотором 1,8 встречаются тоже в двухпедальном исполнении. В этом случае передача переключает роботизированная трансмиссия. Фирменный Изитроник представляет из себя МКПП F17 с автоматизированным переключением передач и выжимом сцепления. Единственный аргумент против робота – это нерасторопность и паузы в переключении передач. В остальном одни плюсы. Не смейтесь. Он крайне ремонтопригодный. Все запчасти к роботу Vectra подходят от других моделей Opel. Обслуживать его можно прям даже в полевых условиях. Приблизительно каждые 150 тысяч километров надо поменять в щетке в электромоторе актуатор сцепления. А каждые 15 тысяч километров надо поменять гидравлическую жидкость в приводе сцепления. Причем старую жидкость надо высосать шприцем досуха, залить новую и при этом главный цилиндр сцепления будет служить долгие годы. В редких случаях происходит срезание ведомой шестерни актуатора сцепления. В этом случае ее лучше поменять на новую. В общем, не так страшен Изитроник, как могло бы показаться. Ну а сейчас мы поедем на СТ, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. У нас хорошая новость. В Автостронге вы можете приобрести не только отличные БУ-запчасти, но и абсолютно новые. Так что обязательно звоните нам, пишите в мессенджеры и заходите на наш сайт. Ну и тех, кто не подписался на наш ТикТок, обязательно подпишитесь, там много юмора и всего интересного. Ну что, мы на СТ и начинаем. Все модификации Opel Vector C. За исключением модификации с мотором 2.8 турбо оснащены электронасосом гидроусилителя руля. Дело в том, что со временем сальник электромотора начинает пропускать рабочую жидкость к электронным компонентам и электронный блок выходит из строя. Вместе с этим, либо одновременно появляется гул, который говорит об изношенных подшипниках вала. Сальник и подшипники продаются отдельно. Если у вас умелые ручки, их можно заменить в домашних условиях. Если электрическая часть не работает, то помимо ошибок и отсутствия усиления появляются разнообразные глюки. Например, батарея может разрядиться за ночь. И, кстати, из-за разряженной батареи исправный насос ГУР может глючить. Со временем появляется просачивание масла из-под бачка жидкости, но с ней можно справиться любыми удобными способами, даже герметиком. Иногда можно устанавливать бывый электронасос ГУР, но его надо пришить фирменным ПО и иногда решать мелкие вопросы по корректной привязке его блока управления. Некоторые экземпляры Opel Vectra C неприятно глючат по части электроники. Симптомы разные. От слабо крутящего стартера при полностью заряженной АКБ до отключения панели приборов и электрогидроусилителя. В этом случае надо посмотреть все минусовые соединения. Причем речь идет не только о соединениях в подкапотном пространстве, то есть на кузов, на стартер, но надо посмотреть еще минусы на задних фонарях. От всех окислов надо избавиться и можно добавить дополнительные массы. В последние годы на Vectra C случаются проблемы с патрубками печки. Они то лопаются, то текут по соединениям из-за уставших уплотнений. За патрубками печки надо следить, особенно если на носу долгие поездки в зимнюю пору. По генератору и компрессору-кондиционеру здесь никаких вопросов нет. Служат долго. Еще одно слабое место, которое появляется с большим пробегом, это люфт внутренних шрусов Opel Vectra C. Причем это происходит на всех конфигурациях трансмиссии Opel Vectra C. Чем больше люфт, тем вероятнее течь масла. А течь масла по сальникам редуктора вредит здоровью трансмиссии. Бывали даже случаи разрушения сателлитов дифференциала. Передняя подвеска Opel Vectra C типа Макферсон. Опорные подшипники амортизационных стоек плохо защищены от грязи и поэтому просятся на замену каждую весну. То есть начинают скрипеть. Оригинальный опорный подшипник стоит 60 долларов. Заменители вдвое дешевле. Тяги переднего стабилизатора отхаживают несколько лет. Оригинал стоит 100 долларов. Детали переднего рычага отхаживают примерно 100 тысяч километров. Шаровую опору отдельно от рычага купить нельзя. Придется отдавать за оригинальный рычаг 300 долларов. А вот задний, самый нагруженный сайлентблок продается отдельно. Его можно купить за 100 долларов. И подвески по 4 рычага. Каждый соединяется с подрамником и ступицей одним или двумя сайлентблоками. То есть, когда приходит время перетрясти заднюю подвеску, то сумма получается немаленькая. Обычно первым сдается вот этот верхний бумеранг. Стоимость его по оригиналу 400 долларов. Заменитель примерно 110 долларов. Но владельцы обычно перепрессовывают сайлентблоки. Сайлентблоки стоят недорого. 10-15 долларов. Есть еще вариант подбора сайлентблоков от Insignia и некоторых Saab с подпиливанием посадочного места. Но зачем этим заниматься, если сайлентблоки на эту машину стоят не так-то и дорого. Оставшиеся рычаги это продольный и нижний подпружиненный. Их менять в сборе не приходится. Их сайлентблоки доступны отдельно. По оригиналу вот этот сайлентблок стоит 80 долларов. Нижний ступичный сайлентблок стоит 100 долларов. А вот этот сайлентблок, то есть внутренний сайлентблок подпружиненного рычага доступен не по оригиналу. Есть даже полиуретановые версии. И наш вам совет. Выбирать сайлентблоки надо только от хороших производителей в заднюю подвеску. Либо же придется лазить в нее ежегодно. При пробеге в 200 тысяч километров понадобится основательная переборка тормозных суппортов. Потому что механизм в них закисает. Колодки перестают хорошенько прижимать диск. И вдобавок механизм стояночного тормоза добавит проблем в виде неотводящихся колодок. Лучше превентивно отреставрировать суппорты, чем потом ковылять на СТО заклинившим колесом. Ступичные подшипники выхаживают здесь около 200 тысяч километров. Или меньше, если Opel Vectra C, а будто в шины диаметром 17 дюймов. Дело в том, что подшипники здесь часть ступиц. И цены, соответствующие 850 долларов за переднюю ступицу, 400 за заднюю, не оригинала предостаточно. Цены раза в 4 ниже. Кстати, в ступице встроены датчики ABS. И если выходит из строя левый датчик, то тогда автоматическая либо роботизированная трансмиссия начинает глючить. Только один неоригинальный производитель предлагает датчики ABS отдельно. Цена в 40 долларов. Ну что, какое впечатление у вас осталось от Opel Vectra C? Такое ощущение, что с годами эта машина вызрела и стала лучше. Но это касается только досмотренных экземпляров. За приемлемые деньги вы получаете вместительный седан, хэтчбэк и универсал. И, кстати, многие владельцы далеко не первые очень довольны этой машиной. А благодаря нашему справочнику вы знаете, на что обратить внимание, чтобы верка служила долго и без проблем. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные и информативные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала это плюс 500 тысяч километров. К ресурсу вашего автомобиля с вами всегда была есть и будет компания АвтоСтронг.